Всем привет, с вами Кобальт. Даю прогноз на Тор Рагнарёк. 25 число выйдет 3 числа. Фильм будет хороший. Я на него сам пойду. Всем рекомендую сходить. Но изначально я не хотел на него идти. Но мне придется на него идти. Почему? Ну потому что это будет как бы предыстория Мстителей, которые выйдут в 2018 году. Это раз. То есть как бы подведет черту к фильму Мстителей, который выйдет вот буквально в 2018 году и будет один из самых лучших фильмов этого года, 2018, следующего года. Вот. А почему я там долго раздумывал? Почему я, ну, как бы не хотел на него идти? Потом захотел на него идти. Ну, во-первых, режиссер, они малоизвестные режиссер. Там сценаристы, операторы все те же самые. Но и, ну, те, которые Мстители снимали, и те, которые Тора снимали первых, вторых, те, которые Халка. Ну, понятно, да, там от Marvel, да, студии. А режиссер как бы новый. За плечами мало проектов у него. Ну, вот, допустим, у него есть там мультик Мона. Такой не очень мультик получился. И новозеландского он происхождения. Поэтому, как бы, вот, смущает этот режиссер. Вот. Ну, а так, в принципе, меня больше ничего не смущало по этому фильму. Ну, второе, да, еще есть такое смущение по этому фильму, что они его делают, по примеру, Стражей Галактики, да, вот, и, ну, Стражей Галактики, по примеру, в первой и второй части. Вот. То есть, такой вот с какими-то элементами комедии, с элементами юмора. Не знаю, поможет это фильму или нет. Вот. Мы посмотрим. Ну, Стражей Галактики, я не знаю. Мне кажется, не помогло. Вот. Потому что, не знаю. Ну, детям, может быть, посмеяться над этими шутками. А так вот взрослому не очень так вот смешно. Смотрел в 3D я и Стражей Галактики. Даже в кино я смотрел, ходил. Ну, не знаю. Посмотрим. Не знаю, обойдет он пиратов, трансформеров. В этом году тоже, я их считаю, не очень такие успешные проекты. И даже Планета обезьян тоже не очень такой успешный был проект. Недавно в 3D посмотрел. Анимация обезьян, да, сделана хорошо. Но сам фильм, как и первая, как и вторая. Ну, первая самая лучшая была. Вторая уже не очень там. И третья тоже не очень. Вот. Поэтому посмотрим, обещают. Почему пойду? Потому что обещают, во-первых, самый лучший Тор. Ну, посмотрим. Мне первая часть больше всего понравилась. Вторая была, мне кажется, больше провальной. Посмотрим. Я пойду 3-го, может 4-го, посмотрим, как получится. Сразу скажу, хороший это фильм или нет. И стоит на него идти или нет. Вот вопрос в том, что стоит или не стоит. И по трейлерам меня немного вот смущает. Ну, и вот еще хотелось бы заметить, что женщина, героя, которая играет, ну, отрицательного персонажа, Кейт Бланши, да, там в главных ролях будет. Вот. Она вот против Тора, как бы, будет ему составлять какую-то конкуренцию на экране, да. То есть, посмотрим. Я скажу тогда. Ну, во всяком случае, фильм будет неплохой, мне кажется. Так что, всем рекомендую. Всем всего доброго. С вами был Кобальт.